Грибной сезон отменяется, жара диктует свои правила. Из-за жаркого и засушливого лета, как говорят грибники, в этом году ни белых, ни подберезовиков, ни подосиновиков можно не ждать. Каждый год здесь у нас росли подосиновики, подберезовики, волнушки, волженки, черные грузди, ну и дуньки. В среднем я собирал сам по себе по 4-5 корзин. Не считая того, что у меня конкуренты соседей у дома, наши жители, некоторые сюда ходят в болотце, хватало всем. В этом году я собрал только один подберезовик, один подосиновик и три дуньки. Грибов абсолютно нету. Причина – это пересохшая земля. Вот те дожди, что выпадают, тогда жара запредельная, выше 25 градусов. Несколько декабрь, земля просыхает до 30 сантиметров от основной слой обитания грибницы, мицелия. Она тоже высыхает, как бы погибает. Каждый год ходили, солили и все делали. Измораживали, все. Все зиму закрепаем были всегда обычно. Жалко. Плохо, что их нет. Хочешь, чтобы были грибочки-то. Кто-то их засолит, кто-то замаринует, а кто-то засушит. Вообще никаких не будет. Нет, засолочные будут в сентябре месяце, засолочные, поверьте, с грибами. Они паячут, но в конце сентября. А вот эти беленькие не будет. Они будут изобилия белых грибов. Они вот этой засухи не терпят абсолютно. И поэтому подбережков тоже практически не будет. Вот здесь у нас с основной плантации метров 50. Это вот ряды. Постоянно были маслята двух видов прям. Постоянно. И шампиньоны. Опять-таки, даже вода рядом. Вот эта засуха, почвы пересохшие, все равно нет. Ждать, как говорится, у моря погоды будем. Чтобы дожди в сентябре были, тогда будут засолочные грибы. И ждем с следующего года. Ожидаем, что погода все-таки будет стабилизирована. Вот этой аномальной жары, которой сейчас третий год подряд, в следующем году не будет. Если не будет аномальной жары, тогда грибы будут наши.